Здравствуйте! Вы смотрите программу «Открытая книга». Искусственный интеллект постепенно становится частью нашей жизни. Как влияет его развитие на состояние души человека? И опасен ли искусственный интеллект для верующего? Сегодня поговорим об этом. Сегодня, дорогие друзья, мне особенно приятно представлять нашего гостя в студии. Это Александр Синицын, священнослужитель, магистр богословия и мой супруг. Александр, здравствуй! Здравствуйте! Рада снова тебя видеть в нашей студии, рада продолжать серию бесед с тобой. Итак, искусственный интеллект. Художница из Израиля с помощью нейросети сгенерировала картинки исход из Египта через селфи. На этих картинках изображены якобы делающие селфи библейские герои. Это израильтяне тех времен, которые фотографируют себя на телефон, переходя через Черное море. Это Моисей на фоне горящего куста. Эта история описана в Библии, мы ее знаем. А вот эта художница изобразила, как будто бы Моисей делает селфи на фоне горящего куста. И, конечно, это все любопытный проект. Можно сказать, что он популяризирует священное писание. С другой стороны, кто-то из верующих людей может усмотреть в этом нечто опасное, возможно, богохульное. Поэтому возникает вопрос, но не только в связи с этим, конечно, а в связи вообще с развитием искусственного интеллекта. Ведь с помощью него можно писать проповеди, можно генерировать каких-то персонажей. Но, в общем, он плотно очень входит в нашу жизнь. И возникает вопрос. Что плохого в искусственном интеллекте, особенно для верующего человека? Да, Юля, очень интересный пример использования искусственного интеллекта. Вот именно художность, я так понял, да, из-за зрения? Конечно, я знаю, что есть определенная часть верующих людей, которые достаточно консервативны. Потому что есть уже определенные устои, сложившиеся предрассудки и стереотипы, например, вообще к библейскому, допустим, творчеству, да, то есть какие должны именно быть рисунки и тому подобное. Да, безусловно, но я бы сказал так, что подход этой художницы очень оригинален, на мой взгляд, и очень творческий. Да, она действительно попыталась, скажем так, нашу современную реальность отразить, но с помощью библейских каких-то историй. И таким образом современного человека, ну, как-то к этому привлечь? Я не знаю, достигла она этой цели? Нет, это уже другой вопрос, да? Но, по крайней мере, вот такой подход оригинальный, я думаю, что он действительно интересен. И, может быть, даже в какой-то степени иногда нужен, чтобы достучаться, ну, до современного человека. Вот. Это один момент. Но это, я думаю, что эта задумка была именно этой женщиной. То есть она могла бы это нарисовать и без искусственного интеллекта, да? Но тем не менее она его использовала. И вот встает вопрос, что же это такое и действительно ли опасно. Ну, нужно сказать, что про искусственный интеллект прямо вот коротко немного, потому что, на самом деле, я не программист и не ученый, который занимается разработкой искусственного интеллекта. Скорее всего, можно было бы пригласить человека, который этим занимается, он бы мог более подробно об этом рассказать. Но я, как служитель церкви, даю как бы этому явлению какую-то оценку, да, духовную, с тем, чтобы мы могли видеть, использовать это или не использовать, плохо это или хорошо. Какой момент? На самом деле искусственный интеллект, есть две теории по поводу него. С одной стороны, это, скажем так, символьная система, то есть которая построена на определенном символе, то есть это заданный параметр, который никогда никуда не отклонится. Вот, то есть задали, но задали определенные алгоритмы, и эта машина или этот робот, он будет ее строго выполнять, строго придерживаться. То есть он никогда не отклонится, да, если там какой-то только сбой может произойти. Вот, а вторая теория, это теория нейронных сетей, которая как бы уже и построена по принципу нашего мозга, которая развивается сама, да, то есть она обучается, то есть постоянно, ей нужен какой-то больше, больше, больше информации, чтобы научиться, и уже с помощью вот этого научения она начинает выдавать какие-то, ну, я не знаю, ответы или какие-то действия. И исходя из этого, естественно, наверное, больше людей пугает именно нейронные сети, да, когда они думают о том, что нейронная сеть когда-то превратится в действительно такой мегамозг, который завладеет всем и начнет нам угрожать подчинить себе всех роботов, и все роботы восстанут против всего человечества, и его завоюют, и тогда нам придется воевать уже с роботами, да, как, например, «Терминатор», например, да, фильм «Восстание машин» и тому подобное. И вот именно это что-то новое, оно людей пугает. Как всегда, есть в новом, в новом всегда есть страх. Мы чего-то боимся, привычное — это уже знакомое, новое — незнакомое. Чего там от него ждать, не приведи Господь, да? Вот, тем не менее, тем не менее, в искусственном интеллекте есть действительно некое опасение, об этом говорят даже сами специалисты. Какие, например? Ну, например, дезинформация. Даже был один случай, когда одного ученого, чат GPT, да, который как раз построен на искусственном интеллекте, обвинил в сексуальных домогательствах, и причем сделал даже подложный документ. И, естественно, когда это обнаружилось, склыхнулась общественность, ну, поняли, что на самом деле в данном случае нейронная сеть, она просто не поняла определенные какие-то моменты, да, не поняла эти связи, и в итоге, ну, обвинила человека в сексуальных домогательствах, когда на самом деле он этого не делал. Есть как бы, да, угроза того, что нейронная сеть или искусственный интеллект может разработать какое-то химическое оружие, да, как бы угроза этого. Может произойти, искусственный интеллект может использовать мошенники, да, с помощью того, чтобы действительно управлять как-то людьми, дезинформировать людей, или с помощью этих алгоритмов просто обманывать и вымогать деньги. То есть, да, определенный момент угрозы, опасности существует, потому что должны быть четкие правила, какие-то стандарты, да, какая-то должна быть, ну, разработана такая, ну, скажем так, правила, какие-то законы, да, которые не должны, как бы, нарушаться, кем они будут использоваться, что это за люди и так далее. Вот. Но в то же время, в то же время, ну, иногда, кстати, религиозные люди, верующие люди очень часто пугаются искусственный интеллект. Я недавно смотрел один видеоролик, где автор этого фильма, такого фильма говорил о том, что у вот этих программистов, которые занимаются разработкой искусственного интеллекта, это дух антихриста, поскольку, когда спрашиваешь искусственный интеллект о том, кто такой Иисус Христос, он ничего не говорит про него, но если спросить там, кто такой Мухаммед или Будда, то всегда отвечает. Вот. На самом деле, хотелось бы отметить, что искусственный интеллект, он обучается, и, возможно, на какой-то начале, этапе разработок, да, просто искусственному интеллекту не вложили эти данные. Я недавно спросил у Алисы, кто такой Иисус Христос. Она мне подробно рассказала, кто он такой, даже сама спросила, рассказать ли подробно об его учениках, я попросил ее, чтобы она мне рассказала подробно об его учениках. Потом спросил, может быть, рассказать о христианстве подробно, и я ее попросил. То есть она мне, по сути... темы стала предлагать, как нам предлагает браузер. Она об этом как бы все подробно говорила, и, в принципе, какого-то там теория, заговор о том, что искусственный интеллект — это антихрист, который выступает против божественности Иисуса Христа и таким образом дискредитирует христианство. Нет, нет. Искусственный интеллект, он учится. Если это, ну, Чаджа Пяти вообще заработал в 2015 году, начал уже тестировать, сколько времени он уже проходит. И, конечно, на начальных этапах, когда у него было мало информации, каких-то данных, он мог выдавать какие-то ошибки. Он может не видеть каких-то связей, таких, которые мы улавливаем, не видеть юмора, каких-то деталей. Но это процесс, это все со временем. Да, есть какие-то опасности у искусственного интеллекта, которые нас пугают, нас настораживают, но это задачи, которые требуют решения, то есть требуют дальнейшего изучения, дальнейшего обсуждения, принятия каких-то совместных решений именно ученых, которые как бы этим занимаются. Есть, конечно, некоторые даже версии очень религиозные, интересные, что искусственный интеллект — это уже чуть ли не антихрист, который будет управлять всеми людьми. То есть как бы искусственный интеллект наделяют личностными характеристиками, хотя в его основе лежат просто алгоритмы. Да, в его основе лежат эта машина. Созданные людьми. Созданные людьми. Не просто откуда-то взятые и сами по себе возникшие. И в этом плане, конечно, если мы даем такую оценку, то с религиозной точки зрения дать ее на самом деле очень сложно, в каком плане, потому что Библия ничего не знает об искусственном интеллекте. То есть когда писалась Библия, библейские авторы не знали даже ничего о смартфонах, не знали ничего об интернете, ну и не знали даже о газетах, о социальных сетях, мессенджерах, то есть это им было чуждо незнакомо. И я думаю, даже если библейский герой сегодня бы вдруг оказался в наше время и увидел летящий самолет, он был бы просто в шоке о том, что это такое вообще. Посмотрел на смартфон и как бы он отреагировал на это. Хотя, с другой стороны, может быть, наоборот, библейский герой, мне кажется, как я вижу апостола Павла, он бы наоборот сказал, о, круто, это как раз хорошая возможность донести благою весть. Сейчас я напишу еще послание. Да, напишите, напишите мне, давайте запишем несколько проповедей, да, и я прям буду сейчас проповедовать Евангелие, благою весть, чтобы донести ее до такого огромного количества людей. Может быть, он, наоборот, бы стряхнул бы церковь и сказал, ребят, у вас такие ресурсы, возможности, и вы ими не пользуетесь. Да вы что? Надо идти вперед, надо смело об этом говорить. Но мы ими пользуемся. Конечно, мы этим пользуемся очень даже успешно. Но что я хочу сказать. Когда люди боятся какой-то грозы от искусственного интеллекта, нужно сказать, что он не входит в нашу жизнь. Он уже вошел, он уже присутствует. Например, поисковики в браузере. Это все искусственный интеллект. Когда мы в браузере забиваем какое-то слово, именно это искусственный интеллект выдает нам о том, ну, куча статей на различные темы. И даже просто, скажем так, новое то, что идет именно нейронная сеть, то есть машина, которая обучается постоянно. Вот это да, это новое. А технологии, которые четко имеют алгоритм, да, это, как я уже сказал, символьная система, она уже присутствует в медицине. То есть это роботы, которые, например, диагностируют человека. И когда проходили многие испытания, то было обнаружено, что вот такие машины, да, которые диагностируют человека, они гораздо быстрее диагностировали человека рак или какое-то заболевание, которое даже профессиональные врачи упустили у больного. То есть с помощью, скажем, искусственного интеллекта человечества в плане медицины может обнаруживать, диагностировать какие-то ранние болезни. Более того, операции уже совершает искусственный интеллект, да, это делает. Он используется, можно использовать его даже в образовании, тестирует. Есть уже целые машины, которые, искусственный интеллект, который занимается именно образованием. Это как репетитор, который помогает ребенку учиться. То есть, да, мы можем, как бы ребенок может вести диалог с искусственным интеллектом, который может ему задавать какие-то вопросы, правильно ли понял он этот материал, рассказать ему этот материал, да, обучить его. И он может вместе с ним пробовать, допустим, что-то написать, то есть какую-то работу, да, то есть создать какой-то проект. Я думаю, что нас сегодня смущает больше вот это понятие интеллект. Когда речь шла о машинах, роботах, окей, ну, как-то мы к этому привыкали постепенно, это все не так быстро, возможно, развивалось, не знаю. Вот. А сейчас, когда фигурирует понятие интеллект, а интеллект это только то, что есть у людей. По крайней мере, на том уровне, ну, на высоком, у как бы Бога, понятно, но и у людей, люди созданы, согласно Библии, по образу и подобию Божьему. Поэтому некоторые верующие боятся, что это, как сказать, претензия, это мы замахиваемся, создавая и развивая искусственный интеллект на божественное. На то, что касается мозга, разума, души, именно, как бы, разумом, сердцем познает человек Бога. Ну, на самом деле, интеллект, это очень, ну, если мы говорим о человеке, это, конечно, очень обширное понятие. Это же ведь не только способность анализировать, это определенные действия, да, делать выборы и так далее. Вот. А есть интеллект, в принципе, и у некоторых животных, просто он не такой, как... Да, я имела в виду, что на самом большом уровне из всех животных. Не, ну, конечно, человек, человек, который развил, скажем так, свой мозг со временем, да, достиг определенных, скажем так, способностей, есть, да, это пугает, что мы потеряем некую власть и контроль над всем этим, да, что теперь кто-то нами будет управлять. Ну, да, определенный момент этого есть. Я думаю, что к искусственному интеллекту нужно подходить вот именно в плане осторожно, в каком плане, в зависимости от того, в какие руки он, скорее всего, попадет. И какой именно алгоритм, да, или параметр будет ему задаваться. Что именно все-таки эти люди хотят достигнуть, если же это все-таки цель, лечить людей, заниматься образованием, делать какие-то, ну, даже машины, в машиностроении, да, или в каких-то, ну, производстве чего-то, да, где улучшается работа и производство ускоряется, да, а где человек может уже, ну, как бы следить за этими процессами, контролировать это одно, да, где, ну, где люди боятся, боятся, что мозг, ой, где искусственный интеллект вдруг превратится в некую какую-то силу, которая будет всеми править, да. Ну, мне кажется, это очень, это очень фантастичная теория, вот, она все-таки основана на страхе и на тревоге. Я бы подошел бы к этому вопросу очень просто, с позиции самого апостола Павла, как я это вижу, да, например. Сейчас просто мы посмотрим. Это, значит, первое послание к Веселоникейцам, 5-й глава, стих 21-й. «Все испытывайте, хорошего держитесь». Я понимаю, что когда апостол Павел писал эти слова, об искусственном интеллекте он не знал. И, конечно, здесь речь идет, если мы говорим о контексте, немножко о другом, да. И здесь идет испытание не в смысле попробовать что-то, да, а в смысле, поскольку это греческое слово, которое здесь используется, оно всегда использовалось с греками в качестве исследования интеллектуального. Вот именно интеллектуального. То есть когда греки, они же любили рассуждать, они любили философствовать, да, то есть они предполагали, а вот что, если будет так-то и так-то, да, а если вот мир не такой, какой нам кажется, ну и тому подобное. Они рассуждали. И с помощью вот таких различных рассуждений, с помощью логических заключений, они приходили к определенным выводам. Они не пробовали это на практике в жизни, да, не через опыт, а вот через помощь в такие рассуждения. И вот здесь апостол Павел использует как раз именно это слово. Испытывайте, то есть именно исследуйте, да, проверяйте, анализируйте, думайте, да. И, ну, хорошего держитесь. То есть когда ты с помощью каких-то размышлений приходишь действительно к обоснованной какой-то концепции, и она реально будет работать в твоей жизни, ты этого придерживаешься. Ты так этого теперь и живешь. Может быть, да, ты в жизни это увидел, тем более, что это работает. Вот. Но этот же принцип, почему не применить именно к технологии, то есть почему мы не можем технологию, когда ее разрабатываем, применить, то есть посмотреть, какую пользу она может нам нести, какую выгоду приобретет человечество от этих технологий, да, нанесет ли она ущерб или же все-таки благо, да. Соответственно, должно быть размышление, должно быть исследование. И оно идет, оно происходит. То есть почему запускают ЧАД-Джи-Пи-Ти в общество? Для того, чтобы искусственный интеллект учился, то есть учился у людей именно считывать информацию, получать ее, чтобы выдать более точную информацию. Ну, например, просто приведу простой пример, даже ты его приводила, про художницу. Скорее всего, она подгружала какие-то картинки в чат Джи-Пи-Ти, наверное, я так думаю, или какой-то другой ресурс, и с помощью него задавала какие-то определенные параметры, да, и он создавал это. Она улучшала его много-много-много раз с помощью каких-то, ну, более точных уточняющих параметров и приходила именно вот к такой картинке, да. То есть что-то там дорисовывается. Это, кстати, большое упрощение, да. То есть искусственный интеллект может обработать видео, может обработать информацию, какую-то картинку в разы быстрее, или найти какую-то информацию в разы быстрее, чем я это буду делать, например, там, в течение часа-двух, а он за пять секунд мне выдает информацию, да. Например, я готовлюсь к проповеди, подзагружая, например, в чат Джи-Пи-Ти этимологии какого-то греческого слова. Но я потом это перепроверяю, да. То есть я смотрю, у меня есть другие словари, сравниваю и вижу... То есть не до конца доверяешь. Ну, это не доверие, это перепроверка. Конечно, потому что это тестовый режим, он же не дает мне источники точно, откуда он это взял. То есть вот этого нет, это минус. Вот, а мне нужен источник, как исследователя. Но, тем не менее, он упрощает какие-то моменты, быстро мне помогает что-то сделать. Вот у меня такой вопрос. Вот вера, да, это отношение с Богом. Да. Помогает ли искусственный интеллект строить отношение с Богом? Может ли он в каких-то случаях помочь? Ну, как он может помочь? Не знаю, как. Ну, дело в том, что... Он же в разных областях сейчас используется, в разной мере, и разные варианты есть. Ну, я не знаю, как будут использовать искусственный интеллект, например, в легиозных целях. Будет ли он действительно помогать там готовить проповеди или что-то? Хотя где-то я читал. Ну, вот даже тот же самый пример, который ты привёл уже. Мы забиваем в поисковик, мы исследуем какую-то тему. Нам интересна молитва, тема молитвы. Это немножко другое, это не отношение с Богом. Но это нас может к отношениям с Богом как-то расположить, и мы можем подвести к более глубоким отношениям. Отношение с Богом — это не чтение и не анализ информации. Даже если я читаю много книг про молитву, и даже если я у искусственного интеллекта спрошу, что такое молитва, и вдруг он мне выдаст очень первоклассную идею по поводу молитвы, это будут просто всего-навсего идеи. А вот именно реализовать и воплотить их в свою жизнь могу только я и Бог. Потому что всё-таки это отношение с Богом. Между мною и Богом, искусственный интеллект, он никак не может вообще втиснуться. Никак. Потому что как он может стикнуться? А зачем тогда искусственный интеллект верующему человеку? Может быть, тогда верующий человек скажет, мне вообще это всё не надо, я не хочу это использовать, не хочу себя загружать, я вообще этого немножко боюсь, и вот вообще я с Богом могу так строить отношения вообще без всего этого. Или это просто как бы, ну, искусственный интеллект в других областях жизни может ему пригодиться? В отношениях с Богом я пока не вижу, как искусственный интеллект вообще может помочь. Мне кажется, это даже и не нужно, потому что на протяжении тысяч лет, сколько существуют люди, да, они спокойненько общались, обходились без этого. Так же, ну, это то же самое, как мне искусственный интеллект будет помогать общаться с тобой, например, да, или с моим там сыном, да, и так далее. То есть как? Или с другими людьми? Да никак. Я могу спокойненько, в принципе, общаться, обходиться и без него. Ну, я ищу какую-то информацию, как улучшить отношения с мужем, как понять своего ребёнка, подростка. Мне браузер выдаёт какие-то лекции из психологов, статьи, форумы, ссылки, где родители... Я это всё читаю, я это всё размышляю об этом. Это же не просто я как робот это читаю, я размышляю, я понимаю. Но ты не общаешься с этим ребёнком и с мужем. Ты просто читаешь. Я потом начну общаться. Да, это формирует просто твоё мировоззрение или твоё... Отношение к каким-то проблемам. Да, но это маленькое формирование. И ты начинаешь пробовать общаться, и ты видишь, например, работает это или не работает. Если это работает в отношениях с этим, ну, там, допустим, с твоим мужем, или с сыном, да, или с другими людьми, то тогда да. То есть это как бы работает. И ты видишь, окей, это хороший совет, вот. А если это не работает, то, естественно, ты как бы это отбрасываешь. Но это не замена самого общения. Не замена, не замена. Это просто один из способов навести меня на какие-то размышления. Нет, это немножко другое. Искусственный интеллект верующим... Не напрямую, это не прямое влияние, конечно. Я думаю так. Если человеку... Вообще в религии, в отношении с Богом у нас свобода. Если мне не нужен этот искусственный интеллект, безусловно, ну, не нужен, не нужен. То есть его никто не навязывает. И мы сейчас не навязываем искусственный интеллект кому-то. Мы не хотим говорить о том, что давайте пользуйтесь смелым искусственным интеллектом. Ура! Товарищи, идем вперед к высотам и новым технологиям. Нет, мы просто рассуждаем о том, что поскольку это сейчас происходит, искусственный интеллект стал уже частью нашей жизни. Он не становится, он стал. Он вошел в нашу жизнь, он уже здесь. Он присутствует. И верующие люди на это очень иногда болезненно реагируют. Но я скажу, они реагируют на все болезненно. На какие-то новые переводы священного писания могут болезненно реагировать. На какие-то новые практики молитвы могут реагировать и тому подобное. Потому что у человека что-то устоялось, он считает это священным, и он боится что-то вообще поменять. В этом отношении, если ты не хочешь меняться, если ты не хочешь расти и не хочешь развиваться, ну, не делай этого. Тебя никто этого не заставляет. С другой стороны, искусственный интеллект можно использовать в каких-то отраслях даже церковной работы, например. Можно уже это что-то... Мы не знаем, как дальше это будет развиваться. Который, может быть, обрабатывает какие-то данные, помогать быстрее гораздо. Не в смысле там... Ну, может быть, какие-то запросы. Может быть, скажем, церковь реализует какой-то свой проект в интернете. И искусственный интеллект может помогать обрабатывать какие-то запросы. Но он помогает в служении церкви, обществу. То почему бы и нет, если алгоритмы понятны, и ты знаешь, чего он делает и какой результат выдаёт. И тогда ты можешь уже в соответствии как-то отреагировать, помочь тому или иному человеку на тот запрос, который, допустим, обработал искусственный интеллект. Но это пока... Я бы сказал ещё раз, что поскольку нужно научиться относиться всегда очень взвешенно и осторожно к каким-то вещам, всегда нужно исследовать. Как говорит апостол Павел, всё испытывайте, именно хорошее вы держитесь. Да, если мы видим, что искусственный интеллект не помогает и приносит какой-то вред, то да, я думаю, что тогда от него нужно отказаться и не использовать его. А если он помогает и приносит пользу, то почему бы его не использовать? Время нашей программы, к сожалению, подошло к концу. Я очень рада нашей беседе. Мне было очень приятно, интересно поговорить об этой теме, очень актуальной в последнее время. Я думаю, она ещё очень долгое время будет актуальной оставаться. Большое тебе спасибо. Тебе тоже. За участие. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что вы это время провели с нами. Вы смотрели программу «Открытая книга». Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok